Привет всем, с вами Джексон. Сегодня мы будем собирать очередной радиоконструктор. На этот раз это довольно прикольная приблуда, наверное многие из вас её видели. Это некоторое подобие часов, которые за счёт оптической иллюзии во время вращения мигающими стадиодами создаётся текст. Давайте посмотрим, что у нас тут идёт в комплекте. Первая и самая большая деталь это оргстекло, на котором будет размещаться вся конструкция. В комплекте даже есть пульчик, при помощи которого мы, видимо, их будем настраивать и ими управлять, кабель для питания и прочие электрические компоненты, включая печатные платы, конденсаторы, резисторы, микроконтроллер и стадиоды, конечно же. К моему сожалению, в комплекте не было какой-либо инструкции. Ну ладно, попробуем разобраться по ходу дела. Кстати, ещё в комплекте вижу какую-то непонятную либо катушку, либо проволоку. Ну ладно, потом посмотрим, что это такое. Кстати, практически все элементы в этом конструкторе, за исключением нескольких конденсаторов и резисторов, идут SMD-типа, так что придётся немножко поиграться с паянием. По поводу маркировок ориентируемся по цифрам. Например, на этом варианте 103, тройка в конце означает количество нулей. То есть это у нас 10 000 Ом. Или если переводим в килоомы, это 10 килоом. Впервые вижу такое явление, что китайцы сами впаяли микроконтроллер, а также один диод. Нам это дело они не доверили. При этом сделали они это немного криво, а также ставили флюс на печатной плате. А принцип моей сборки этого конструктора, поскольку тут нет инструкции, будет таковой, что я впаяю всё, что знаю из компонентов, попытаюсь догадаться, если не получится, уже воспользуюсь интернетом. Посмотрю, как правильно это всё дело собирается. Первая партия резисторов впаяна. Единственное, что местами криво, за счёт того, что у меня у паяльника не очень удачно я жала, и она плохо берёт этот припой. И в итоге почти на всех деталях у меня переизбыток. Кстати говоря, если кто заметил, небольшая пасхалочка, я уже пролюбился, я впаял не туда один резистор. Тут должен стоять конденсатор. Далее впаиваем диоды. У нас тут два типа. Один S4, они идут в таких чёрных корпусах. Второй это 5V1, они идут уже в стеклянных. По разметке, как обычно, ориентируемся по полоске на корпусе. С её стороны находится минусовой контакт, то есть катод. Или вот у нас также на маркировке печатной платы представлен катод и анод. Во втором случае всё то же самое, единственное, что полоска синего цвета. Далее впаиваем микросхемку. Надеюсь, это та самая, которая необходима. Да и других тут в комплекте я больше не нашёл. Говорю так, поскольку на маркировке не указано никакого названия. Ориентируемся, как всегда, по ключу. Ключ на маркировке печатной платы. Это вот такая вот выемка. И ключ на самой микросхеме это вот эта вот точка со стороны первого контакта. Как обычно при пайке, сначала фиксируем одну ножку, выравниваем микросхему, а потом уже все остальные. Ну и последнее, что осталось впаять на этой печатной плате. Это уже стандартные компоненты. Это два электролитических конденсатора на 440 микрофарад. Вот их маркировка. Как обычно, ориентируемся либо по ножкам. Длинная плюсовая, короткая, минусовая. Либо по маркировке на корпусе. Минусовая ножка, вот она отмечена. Ну и соответственно, на корпусе минусовой контакт он закрашен. Также у нас тут есть ИК-приемник вот такого типа. Он необходим для управления с пульта. Впаивается он сюда. Ориентируемся, как всегда, по корпусу. Он имеет точно такую же форму, как и маркировка на печатной плате. Ну и последнее, это обычный кварц. Ввиду того, что изначально я не смотрел инструкцию, я неправильно впаял фотодиод. У него иначе определяется полярность. То есть наоборот. Длинная ножка это минусовой контакт, а короткая ножка это плюсовой. Так что в этом моменте будьте внимательны. Кроме того, его нужно впаивать снизу к плате, а не сверху, как я сделал изначально. Ну и последний элемент на это печатное плате, это батарейка. Кстати говоря, впервые вижу ее в таком исполнении. То есть к ней уже припаиваны контакты, выведены две ножки. Единственное, что осталось, ее впаять. Усток мы закончили с этой частью. Впаиваем стадиоды и резисторы, через которые подается на них питание. У нас тут в комплекте два вида стадиодов. Одни красного света, другие синего. А сами стадиоды выглядят вот таким образом. Ориентируемся по цвету. С зеленой стороны у нас находится минусовой контакт. Единственное, что тут не указано, какой цвет, куда паять. Но я думаю, что китайцы оставили выбор на владельца. Паять как хотите. Хоть через один, хоть все красное, хоть все синее. Светодиодов в комплекте для этих целей предостаточно. В общем, наконец-то я впаял все СМД компоненты. Немножко заколебался. У вас видео прошло около 20 секунд. На деле я потратил на это полтора часа. Теперь нам необходимо припаять эти две печатные платы к основной. А делается это все при помощи этих контактных площадок. Кстати, будьте внимательны, они двухсторонние. То есть есть с одной и с другой стороны. Ну и соответственно, более маленький фрагмент идет с другой стороны. Скорее проще их будет зацепить при помощи лицевой стороны, на которой всего лишь два контакта. В общем, модуль, который у нас будет вращаться, практически готов. Теперь давайте соберем у нас схему питания, которая шла у нас в отдельном пакетике. Компонентов тут требуется крайне мало. Это четыре резистора. Три из них на 470 Ом. Один на 50 килоом. Вот он находится отдельно. Также два транзистора. Кстати говоря, тут есть небольшая непонятка. Для них есть радиатор. Вернее, только один радиатор для одного из них. На какой именно ставить, я, к сожалению, не знаю. Будем проверять экспериментальным путем. Ну а также один полярный конденсатор и диод. Насчет транзисторов я ошибся. Они одинаковые. Впаивается только один из них. Второй идет про запас. Не дай бог мы первый спалим. А третий транзистор у нас идет обычный. Которому не требуется какое-либо охлаждение. Электрическая часть нашего устройства практически готова. Единственное, что осталось соединить это все между собой. Чуть позже об этом я расскажу. Есть такой момент по поводу питания. Тут необходимо впаять этот светодиод. Вы не торопитесь это делать. Поскольку его нужно будет вывести. Благодаря этому светодиоду плата будет понимать скорость вращения. Ну в общем я подготовил нашу основу. Осталось только закрепить и установить некоторые детали. Я также уже подпаял двигатель. На маркировке печатной платы он обозначается как МТ. И также подпаял светодиод. Как я и ранее говорил он должен быть вынесенным. И приблизительно он будет находиться вот в этом месте. Для его закрепления нам нужен термоклей. В комплекте продавец его приложил. Вы можете его распаять при помощи паяльника. Благо тут немного надо. Ну или если у вас есть клеевый пистолет или суперклей он тоже подойдет. Также в процессе сборки я заметил косяк. Мы неправильно впаяли диод. Он находится должен не сверху, а с нижней части. Поскольку во время вращения благодаря вот этому светодиоду он будет понимать с какой скоростью это дело крутится. Также в комплекте были две такие металлические проставки. Их необходимо крутить сюда. Это для баланса, чтобы во время вращения не было вибраций. Поскольку эта сторона за счет своих размеров немножко тяжелее. Ну и практически последний момент, который нам необходимо сделать это установить катушки. Благодаря которым у нас будет питаться схема. То есть прямого контакта платы с питанием не будет. Это все будет дело происходить при помощи индуктивности. Малая катушка у нас должна остаться на основной плате. Припаяться она к разъему L1. Ну и поскольку тут ходит все свободно, нужно будет ее закрепить при помощи термоклея. Ну или как я говорил до этого, суперклей тоже подойдет. Мне кажется он даже будет выглядеть немного более изящно. А вторую, более большую катушку нам необходимо оставить на основе. И при этом немножко ее оцентровать, чтобы она не касалась маленькой. А она же подправится к тому же разъему L1 только на другом модуле. Ну в общем вот таким образом выглядит наш конструктор в итоге. Если честно, мне его внешний вид не очень нравится. Поскольку черное оргстекло во-первых непрактично. На нем будет видно отлично пыль, разные отпечатки. Кроме того, часть элементов управления, в частности отвечающих за питание, никуда не прячется. То есть тут даже место под моторчиком никак не выделили. Или в идеале вообще под корпусом. Может быть бы стоял бы он на ножках каких-нибудь. Но и в комплекте не было. Кстати, ножик у конструктора не было в комплекте, хотя отверстия вроде бы просверлены. И из-за выпирающей центральной части, поскольку тут находятся болты, он довольно сильно дребезжит по столу. Поэтому я просто капнул термоклея по всем углам, чтобы он хоть как-то держался. Если честно, конструктор уже проверялся, он работает. А связано это с тем, что он у меня запустился не с первого раза. Все-таки была плохая идея не смотреть в инструкцию. А оказывается она есть. Ее можно найти на сайте продавца. Я впаял две детали неверно. Первая это транзистор. Оказывается он впаивается наоборот. Фотод, не стоит ориентироваться на эту разметку. Ну а также фотодиод. Оказывается у него другая полярность. У него длинная ножка отвечает за минсовой контакт, а короткая ножка за плюсовой. То есть наоборот как у статодиода. Вот таким образом это все дело у нас выглядит. У нас есть два так называемых элемента. Один внутренний, другой наружный. Если честно, штука довольно шумновата. Даже если поставлю ее на стол. В моем случае я распаял все таким образом, что внутренняя часть на красное, наружнее синее. При желании вы можете сделать наоборот. Благо статодиоды в комплекте идут про запас. Осталось даже несколько штук на всякий случай, если что-нибудь появится неправильно. А при помощи пульта, который у нас идет в комплекте, мы можем настроить дату, время. И к сожалению я так и не нашел, каким образом поменять язык. Они на китайском. И у нас есть несколько предустановленных так называемых циферблатов. Например, вот есть с Новым годом. Есть какие-то мишки. Бегающие человечки. И стандартный циферблат, при котором у нас отображается время. И с другой части дата и день недели. Но я к сожалению, поскольку они на китайском, в толком управлении я не разобрался. Единственное, что у меня получилось, это поменять дату и время. А также понять, каким образом переключаются вот эти вот всякие картинки. Но благо у этого есть решение, поскольку сюда можно подключить программатор. У этого конструктора есть специальная софтина, при помощи которой мы можем добавить разные циферблаты. И кроме того, насколько я понял, поменять язык на английский. Но, наверное, к вашему сожалению, в этом видео я этим заниматься не буду. Поскольку, во-первых, у меня нет программатора. Во-вторых, это немножко замудренно там все сделано. Но при желании такая возможность есть. Ну, в общем, вот такой неоднозначный конструктор мы сегодня собрали. Если честно, мне кажется, что это безделушка. Смысла от нее немного. Поскольку на постоянной основе вряд ли кто-то ее будет использовать из-за сильного шума. Кроме того, мерцание стадиодов даже немного раздражает. Да, это вроде бы прикольно. Может кому-то в подарок подарить или самому из левопытства собрать. Но практически их применения у него немного. Просто очень интересная технология. В общем, я бы мог бы, наверное, его рекомендовать только изощренным радиолюбителям. Просто, чтобы собрать и поставить на полочку. Если кому интересно, ссылка на него будет в описании. Кстати говоря, там же находится и инструкция. Может кто-то из вас поймет, каким образом переключить на английский язык. Лично я не совсем понял, что именно там написали китайцы. Ну, а с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И, в общем-то, пока! Субтитры сделал DimaTorzok